Дамы и господа, давайте поговорим о том, что происходит, когда индивидуальный предприниматель решает не только заниматься бизнесом, но и устроит личную жизнь. Итак, у нас ситуация, ИП работодатель вышла замуж и сменила фамилию. Появляется вопрос, а нужно ли в связи с этим бегать по офисам и пересключать трудовые договора с сотрудниками. Роструд в своем письме от 5 июля 2024 года пояснил этот момент. Оказывается, в трудовом кодексе у нас черным по белому написано, в трудовом договоре фигурирует фамилия, имя, отчество работодателя, физического лица. Конечно же, можно оформить дополнительные соглашения к договору, но это скорее рекомендация, а не требование. Теперь самое главное. Если дополнительные соглашения по смене фамилии не оформили, это совсем не означает, что трудовые отношения завершены и пора раздавать трудовые книжки на память. Напротив, отношения продолжаются, а в трудовой книжке у сотрудников делается запись о том, что у вашего работодателя поменялась фамилия. Так что не переживайте, фамилия меняется, а договора не обязательно, пока налоговая не разлучит нас. Кстати, все ссылки на нормативные документы под этим видео. А чтобы не пропустить очередную порцию налоговых новостей и полезных разъяснений, подписывайтесь на наш телеграм-канал Налоговая Бабалайка. Будет весело и, конечно, познавательно. Поехали!